Ну, наверное, особо сыграться этим составом и не получится, поскольку речь идет о матче звезд, и здесь, наверное, будет, то есть вот в том списке, который нам предоставили из Домска, 13 игроков сборной. Мамадова, тоже основная заботчица, игрок, который привык нести в себе колоссальную нагрузку по ходу матча, но вот, может быть, возможность ее представить чуть поподробнее есть. Наталья Мамадова украинского происхождения, Монаджиолик, помимо этого Анна Спасович осталась на площадке, Наталья Мамадова, ну вот и Паула, то есть вот действительно по-настоящему звездный состав, который, наверное, по своим руководствам, если о клубе говорить, естественно, мечтал бы видеть любой наставник. В сборной России тоже есть изменения, Мария Жадун с первых минут на площадке связующая, оказалось выйти центральное блокирующее, ну, по калиберам и твердо об этом говорить не можем. Далко не слышим Николая Карполя, даже если он не так эмоционален, как свои подачи она до этого и отправляла. Ну, задняя линия Ягодина, ну, вот, честно говоря, не представлялась и Ягодина, как игрока такой еще задней линии, но здесь просто Факеевой так было удобно, вот это, знаете, может быть, какие-то даже клубные истерии. Вот Ягодина ничего придумать здесь и не могла, наверное, не ее, это игра. Классный удар аккуратный, вот Горний Мир наконец-то сдвинулась с этой зоны своей команды, представляет Краснодарская Динамо, я уже об этом говорил. И сейчас выигрывает очко непосредственно с подачи, ну, Мамадова может намного мощнее подавать. К залу привыкнуть, могу на скидку сказать, играла ли Краснодарская Динамо здесь, в Омске, играла ли в этом зале, в принципе, Мамадова. Не так это, наверное, важно, все равно это не ее домашняя арена. Из Санкт-Петербурга, вчера он здесь работал на финальном матче в качестве основного арбитра, ну, наверное, логично. Нет, неожиданность, в нем определенный присутствовал, две белорусские девушки как раз между собой не разобрали. Сейчас Лебедева дотягивается от этого мяча в приеме, а Мамадова атакует в аут, но с касанием блока. Вот как раз Мамадова проявила незаурядную. Спасович тоже мы видим, наверное, одна из самых ярких звезд. Ситуация настоящая, потому что без медалей, например, осталась такая команда, как сборная Италии, которая в последние годы постоянно в призах находится. Сборная Китая на тот момент олимпийский чемпион, а вот сербки стали призерами чемпионата мира. Вот персональную команду, ну, как мне рассказывали коллеги, есть у нее определенное недопонимание с главным тренером Зораном Терзичем. И чаще без нее он обходится. Не будь этих проблем, была бы игроком старебом делать это не так уж трудно в нашем чемпионате. Вот сейчас была в приеме, видели классно. Обработала мяч, что наконец-то позволило вот эту быструю игру Джуоли нам-то наблюдать. Классная атака из второй зоны, забегание это классическое Симоны. И когда есть запас у нее по времени небольшой, и когда мячик так подвисает во второй зоне, она мастерски крутит и по линии, по ходу, сейчас в данном случае линейное направление приняло. Ну вот потихоньку те сложности, которые я... Так что, я думаю, для Оксаны этот матч тоже будет очень памятный. Ну, наверное, пару слов о ней, надо сказать. В одном из репортажей Каиш, тоже воспитанница украинского, очень нападает. Первый тэп, Гендель вроде бы мяч получил, и идея у нее была в атаке, но вот до полу добить не получилось. Хорошо страхует. Делается мяч в воздухе, всегда это очень нравится болельщикам, кто-то блокирующий, и страховка неплохо работает. И в итоге все заканчивается обманным ударом. Мамадова на подаче, ну что, увидим ее. Мощнейшая подача, ну, очень нацеленная в угол целилах. Хорошо сыграла Ягодина в защите, но в приеме в данном случае. Ну, а это переходящий мяч, конечно же, Гендель забьет. Вот сейчас она добывает очки для своей команды. 17-16. Вот и подача Мамады. Блестяще играют наши в защите. Браво всем, кто поучаствовал в этом эпизоде. Жалко, не удалось все-таки за этот мяч зацепиться. Но, тем не менее, продолжаем, по крайней мере, мысленно. Надо, да и на блоке, в общем-то, есть над чем поработать. Ну, потенциал. Ну, не до улыбок звезды мира. Хочется им, конечно, встать с атакой Джиоли. Ждали ее. Ну, ждали и Ягодину на сей раз. Уж так получилось, что буквально там на ограниченном пространстве весь розыгрыш происходил. И защита, и атака, и блокирующим, по сути, там перемещаться-то не пришлось. Видите, вот они там заранее готовы были встречать. Подчеркиваю, он, что у всех троих примерно одинаковые шансы. Выбор делать пришлось. Ну, и осталось на площадке Гончарова. Вернулась Кошелева, Фатеева, естественно. А нет, вот сейчас на площадке Ягодина. Значит, как раз Кошелева, наверное, в диагональ вернулась. Таким образом, понимать эту ситуацию. Ну, кто-то из этих троиц обязательно в диагональ встанет. Хотя, в общем-то, все с хорошим распадением. Вряд ли Ягодина будет в диагональ. Но вот и для Гончарова. Там забавно. Две партии играют женские команды, две мужские. И потом своеобразный микс. Было, по крайней мере, такие галло-матчи в Германии. Эпизод борьба. Борьба самое, что у меня серьезное. Но не хотят и нашего. Ступать ни в коем случае. В данном случае ничего. Все-таки российскую команду большинство из них поддерживают. Но все-таки это и болезнь поступает. Такие о его достижениях знают. Хорошая, хорошая. Затяжная борьба. Не желают команду уступать друг другу. Даже в мелочах. И вот только вот такими ударами без вариантов. Групповой вроде блок, но нашла в нем мази. Пыть по определению. А вот у Муртазаевой, у Седовой травмы. И не могут они принять участие в этом матче. И есть причины на той веске. Так что смотрим, может быть, и ближайший резерв даже. Сейчас, если, конечно, таковы, можно... Здорово. Здорово на себя. Ну здесь, как вы понимаете, большее число замены разрешено, нежели в обычной игре. Есть такое. А винии не хватило. Вот вы видите, что... Хорошая подача. Сложности были и в приеме, и в передаче. Но зато... Пархоменко, она сложный мяч. Посмотрите, все-таки в идеальный превратила... Нашу команду в финал. Я думаю, Николай Карпольо очень здорово запомнил, сыграет Игорь Борисович. Поэтому он, не задумываясь, ее включил в состав. Да, да, атакует сейчас Симона Джоу. Видите, сколько? Ну там метров пять, да, было от точки, откуда пасовала Пархоменко. И выложила, ну, просто идеально. Да, ну, такой замысловатый маневр Пархоменко получил, видимо, указать. Красная атака первым темпом. Не сдается сборная звезд. Гендель один матч-болл отыгрывает. Ягодина. Забить не удалось, но, честно говоря, тут уже мысленно, по-моему, поставила точку в этом матче. Ну, видите, ничуть не расстроила Итряю. Ее подключали в этом эпизоде. Сложно ей было испевать. И сборная звезд России празднует успех в этом историческом, если хотите, поединке. Все-таки он первый запомнится каждому из участников. Ну, будем надеяться, что уровень легионеров позволит превратить этот матч в добрую традицию. Кстати, этот матч носил имя Валентины Осколковой. Был посвящен ей великий тренер прошлого, с которым сборная СССР еще в давние времена выигрывала чемпионаты мира. Продолжение следует.